Очень приятно находиться с вами. Я вам также передаю привет от нашей церкви Ивановича Христиан Баптистов «Преображение Господня» Нижний Новгород. Обязательно от вас передам. Мы отдыхаем здесь с семьей. Нам здесь очень нравится. Странно было бы, если бы не нравилось. Я приехал здесь с супругой Натальей. Меня зовут дочка Маша, 6 лет, и сыну 3 годика будет. Я принял Господа больше, чем 10 лет назад в свою жизнь. Искренне, честно и навсегда. И сейчас мы с женой служим в церкви, в воскресной школе, деткам преподаем. И сегодня я хотел бы поговорить не совсем об однозначной теме, а теме десятин и приношений. Я слышал разные мнения по этому поводу. Кто-то говорит, что это давно уже Ветхий Завет, и это не нужно делать. Есть мнение, что я вообще больше в десятой части отдаю. Кто-то говорит, что Богу деньги и не нужны вовсе-то. Но, кстати, как вы считаете, нужна ли десятина? Ну, раз коробочка есть, то точно нужна. И какое убеждение у вас относительно заботы о Доме Божьем? И давайте посмотрим, как написано в Евангелии от Марка, 12 главе, 41 по 44 стих. Евангелия от Марка, 12 глава, 41. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. «Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говоря вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Аминь». Перед тем, как будем совершать служение десятины приношений, давайте подумаем об этой теме немножко. Насколько важна тема финансов в церкви и в отношении с Богом? Первое, на что мне бы хотелось обратить внимание, это на слова «сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». То есть уже сейчас мы можем понять, что Господу нашему небезразлична тема финансов. И более того, Он не просто смотрит, Он даже считает. Считает, сколько каждый знак кладет. Давайте будем думать об этом, когда будем совершать. То есть первое, сам факт даяния финансов очень важен. Как правило, когда мы думаем, сколько положить, то мы начинаем считать. А сколько нам за кредит, за квартиру, на детей, на какие-то еще обязательные вещи. Но с другой стороны, мы же получаем доход. И как важно сразу же отделить то, что принадлежит уже Ему. Он нам дал доход, и мы обязательно должны отделять. Иначе мы обкрадываем Его. Как написано в книге пророков Малахии, 3 глава, 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. И второе, Иисус смотрит на сердце. Насколько цены тебе материальные ценности по сравнению с духовными. Все деньги миром принадлежат Богу, и важно не начинать экономить на Нем. Сначала Ему, а потом Себе. И написано, положила все, что имела, все пропитание свое. И третье, если ты верен Десятине приношениях, на постоянной, ежедневной основе, приготовься, что Бог обязательно тебя отметит. Напомню еще раз эти два понятия. Десятина – это десятая часть от того, что мне пришло за месяц или в день. Это изначально принадлежит Богу, а не нам. И приношение – это добровольное по расположению сердца. Как правило, это показатель доверия Ему. И я не знаю, принято ли у вас так, но я предлагаю, возьмите сейчас свои десятины и приношения, которые вы приготовили, может быть, заблаговременно, а может быть, даже сейчас. И давайте мы помолимся о них. Бог, Отец, мы принесли то, что принадлежит Тебе. Десятина не принадлежит нам, десятина принадлежит Тебе. Мы не хотим нарушать закон, чтобы быть обнаженными и уязвимыми. Нам необходимо благословение Твое. Мы хотим, чтобы наша жизнь, наша судьба были защищены во имя Иисуса. Мы хотим, чтобы все обетования и все пророчества, которые когда-либо звучали в нашу жизнь, исполнились до последней. Устрани всякое бесплодие в нашей жизни. Пусть расцветает судьба, расцветают дары. Наши семьи, наше служение, наш бизнес и работа. И в это время, 2019 год, мы хотим иметь уверенность, что Ты сохранишь, благословишь и приведешь к успеху. Прими эти десятины и приношения, как знак благодарности и знак верности Тебе. Мы любим Тебя и поклоняемся Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.